Садовое товарищество Песчаная Глинка, что в Куйбышевском районе Самары, постепенно разрастается. Здесь уже постоянно проживают почти 300 человек. Продолжают возводить и новые дома. В СНТ есть главная дорога, которая соединяет дома с Южным шоссе. Но ей пользуются не только жители. Через нее же заезжает разная крупногабаритная и строительная техника. Жители соседних поселков объезжают пробки. Поэтому полотно находится в ненадлежащем состоянии. Местные горожане обратились к главе Самары, чтобы восстановить и сохранить дорогу, а также частично ограничить передвижение по ней больших грузов. У них есть выходы на автотрассы, на наши. И у нас есть выходы. И я понимаю, им удобно где-то бывает. Но тем не менее, мы эту дорогу постоянно делаем за свой счет. И нам неудобно. Мы не хотим полностью прерывать там эту дорогу. Мы обеспечим проход людей, проезд велосипедистов. Пусть назад поставят шлагбам, чтобы ограничить количество грузовых машин, которые дорогу разбивают. Мы не против ее как таковое. Мы просто просим ограничить количество машин. Глава Самары Елена Лапушкина приехала посмотреть, как обстоят дела в поселке и обсудила с жителями проблемные вопросы. Главный въезд к песчаной глинке засыпет асфальтным гранулятом и выровняет уже в ближайшее время. В качестве поддерживающей меры. А вот организацию дорожного движения между СНТ и другими поселками дополнительно обсудят на совещании под руководством главы города с участием инициативных жителей и представителей профильных служб. На нем же обсудят и проект освещения въезда в поселок. По освещению процесс точно не завтрашнего дня. Потому что нам необходимо сначала спроектировать и понять точку подключения. После проекта мы уже сможем сказать, сколько это стоит и в какой план мы включим. Вместе с инициативной группой Завидова и с вами встречаемся у меня, садимся, по карте разговариваем, как нам мирно разойтись по поводу дороги из рубежки. Надо с вами сесть и правильно подумать, как ее заложить в генкласс, чтобы было удобно и вам, и жителям рубежки. Чтобы устраивали все стороны. Также жители обратились с просьбой посодействовать в общении с регоператором по вывозу мусора. Самарцы, постоянно проживающие в поселке, исправно платили и пользовались удобной контейнерной площадкой на выезде. Но в конце зимы ее убрали, объяснив тем, что у жителей скопилась задолженность из-за перерасчета вывезенных отходов. Глава города ответила, что свяжутся с регоператором по этому вопросу, затем вместе с жителями выберут удобное расположение для новой площадки. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.